Здравствуйте, дорогие мои друзья! Теперь у нас следующий вопрос по теме оверсайз. Если мы хотим изделие оверсайз, что такое оверсайз? Под словом оверсайз, преувеличенное по объему какое-то пальто, куртка, кофта, так называемая бабушкина кофта, платье оверсайз, да? Все люди подразумевают что-то свое. Начнем с этого, да? То есть у меня под видом оверсайз одна картинка в голове, у вас, может быть, у разных, у всех совсем другая картинка в голове. Поэтому очень трудно сказать что-то конкретное. Так же, как случилось в этом случае. Значит, обсуждался вопрос, может быть, взять готовую выкройку на три размера больше, то есть 54 размер, а длину откорректировать и будет оверсайз? Что значит на три размера больше? Ну, во-первых, подход к крою, взять готовую выкройку, это сам по себе такой подход для меня кажется неприемлемым. Я-то как раз и хочу вас научить, мои дорогие, чтобы вы не готовыми выкройками пользовались, а совершенно осознанно научившись строить базу на основе снятых ваших собственных мерочек, понимаете? Плюс вы научились правильно выбирать прибавки и после этого строить то, что вам хочется. Давайте затронем тему прибавочек, да? Прежде чем я покажу вам, какая картиночка была прислана. Затронем тему прибавочек. Я сейчас напишу, чтобы вы визуально еще видели. Итак, прибавки у нас бывают по груди, прибавка по груди. Бывает прибавка у нас по талии, про оверсайз говорить не будем, по бедрам и прибавка у нас бывает по обхвату плеча. Изделие у нас оверсайз, так сказать, да? Давайте напишем так. Платье обычное прямого силуэта, да, например, прямой силуэт и оверсайз. Вот такая у нас табличка и мы будем ее сейчас заполнять. Итак, если у вас платьица или пальто, ну давайте оверсайз это что? Это может быть и платье, это может быть и пальто. Давайте сориентируемся на минимальные мерки, допустим, в пальто. Это может быть и летнее пальто без подкладки. Это может быть легкий какой-то плащ, вот такой, да? Это может быть даже драповое пальто, но не приталенное прямого силуэта. Но оно будет прямого силуэта или овального, как я люблю, слегка-слегка зауженного книзу, потому что тогда уходит объем. У кого фигура нижнего типа, тому несколько трапециевидного А-образного силуэта. Но неважно. По груди вы делаете прибавку 6, по бедрам вы делаете прибавку 6, и по рукаву вы делаете прибавку 7 и более. Запомните вот эти цифры, да? И такое пальто или платье все равно, оно будет комфортным, удобным, оно не будет застревать у вас на фигурке и будет вам хорошо. Понимаете? А размер вашего платья, это прибавка по груди прибавить 6, вернее, это размер груди, допустим, 50, прибавить 6, по груди будет 56. Прибавка по бедрам, допустим, если размер 50, бедра должны быть у обычной фигурки на 4 больше. Значит, 54 у нее будут бедра. 54 прибавить 6, получится 60. И так вы вычерчиваете боковой шов. По груди 50, по бедрам 56, а дальше вы можете как прямо уйти вниз, получается такой силуэт неровной, вот такая линия, да? Или чуть-чуть даже внизу заузиться и выйти не на 56 внизу, а сделать внизу 54. И у вас получится легкий-легкий вот такой вот овал, что скрадывает любую полноту. Любите вот такие вот овальные формы по боковому шву. Понимаете, по груди вышли на прибавку, она поменьше. По бедрам вышли на прибавку, у вас изделие стало в бедрах пошире. И внизу чуть-чуть заузились, оно стало чуть-чуть повуже. И ваше тело в этой форме не застревает. Получается такой легкий овал киробочоночек, и там все будет сидеть и прятаться совершенно замечательно. Какой рукавчик туда подходит? Туда подходит рукавчик, конечно же, не узкий. То есть прибавки по рукаву, если обычной одежде у нас 6 широкие прибавочки, прямой рукав, то здесь возьмем 7, может быть и 8 сантиметров. Вот это тот скромный, аккуратный силуэт овал. Его можно же точно так же назвать оверсайзом, который подойдет любой фигурке. Если вы очень худенькая, если вам хочется сделать себя пошире, вы прибавки будете увеличивать. Значит, по груди эта прибавка может доходить до 10 сантиметров. По бедрам она может доходить до 12 сантиметров. По рукаву она может доходить... Ну вот рукава как раз последние годы делали узкими. То есть я бы остановилась на 10 сантиметров. Вот такая табличка у нас с вами нарисовалась. Это что касается силуэта оверсайз. И тогда вы уже будете вычерчивать свои боковые линии с учетом того, какие у вас получаться будут размеры. Ваша мерочка плюс прибавочка. Самая идеальная выкройка – это мерка плюс прибавка. Не надо брать чужие выкройки. Не надо ничего гадать. Силуэт сам будет выписываться таким, каким нужно вашей фигурке. Если верхний тип, он будет заужаться книзу. Если нижний тип, он будет книзу немножко расширяться. Вот это очень важно для прибавочек. Вот это что касается изделия оверсайз. Если нужно... Но никогда не берите чужие выкройки на три размера больше. Там может быть другая осанка. Там может быть... Размеры-то совершенно другие. У вас свои, а там будут другие размеры. Поэтому это очень все нам не нужно делать. Так, какие прибавки ШГ и ШС будут в пальто оверсайз, про которое вы говорили? Для женской фигуры, есть ли у этого пальто оверсайз... А, кстати говоря, пальто оверсайз-то я ведь так и не показала. Как хорошо. Надо обязательно его показать. Смотрите, оно ведь у нас совершенно замечательное получилось. Вот это пальто обсуждалось в школе, оно обсуждалось в швейном клубе. Посмотрите, какое пальто. Вот именно такие пальто я считаю как раз правильными. Слегка зауженный немножко силуэт. Это никакой не мешок. Обратите внимание, что в нем ценно. В нем ценно то, что спинка, посмотрите вот сюда, выглядит идеально ровной. От плечиков до низа идет так называемая папоротка. Здесь идет спущенное плечо. Видите, да? Идет так называемая папоротка. И нет никаких вот таких косых заломов. Посмотрите на людей, которые встречаются вам на улице, в метро, где угодно. Как часто на спинке идут вот такие косые заломы, которые говорят о том, что конечная точка плеча упала очень низко. И выкройка не соответствует. Вот эта выкройка, она построена по нашим мерочкам. Выдержана мерка высота плеча, касаясь спинки. Видите, как хорошо? Это совершенно аккуратное, правильное пальто в стиле оверсайз. К сожалению, мы не видим передней половинки. Но тем не менее, это все равно, я думаю, что оно и спереди выглядит ничуть не хуже. Очень все правильно и очень все красиво, девочки, сделано. Что такое папоротка? Папоротка – это вертикальная линия, которая формируется на изделии. Смотрите, вот она хорошо видна здесь. Вот так вот идет. Вертикальная линия, красивая вертикальная линия. Она делает нашу спинку стройной. Она и впереди бывает, эта папоротка, у изделий таких преувеличенных. Ну, а если ответить на вопрос про прибавку к ширине спинки или к ширине полочки, когда изделие оверсайз. Смотрите, как я поступаю. Если у вас оверсайз получается на базе, как вот здесь, спущенного плеча, то есть это рубашечный рукав у вас строится, то прибавка к ширине спинки и полочки за счет удлинения плеча получается автоматически. И мы о ней совершенно не заботимся. А вот если у нас изделие оверсайз строится на обычном плече, на обычном, база является вточной рукав, и плечо у нас не увеличивается, тогда я не использую особенно никаких прибавочек, потому что тогда оно будет сваливаться у вас с плечиков, и я лучше плечики туда подставлю и сформирую красивую, опять же, вот эту линию, которую мы видим здесь. Ну вот, смотрите, еще разочек, значит, если это вточной рукав на оверсайзе, то расширять не нужно. Пусть у нас пройма проходит по своим местам. А если это рукав спущенное плечо, то прибавка получается автоматически. До новых встреч, мои дорогие. Пожалуйста, присылайте свои фигурки на разбор. Это настолько вам помогает, потому что каждая фигурка учит нас чему-то новому. И у вас каждым разом все будет получаться лучше и лучше. Верьте в лучшее, надейтесь, молитесь. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко.